Детская литература В дискуссии о настоящем и будущем детских книг приняли участие ведущие эксперты, писатели, критики, издатели, ученые, а также российские и зарубежные переводчики детской литературы. Сейчас детским литераторам интересна модель школы, и если в обычном человеке 80% воды, то в ребенке 80% переживаний и школьных проблем, отмечают спикеры. Поэтому в современной литературе для детей появилось много книг о психологических проблемах подростков. В детскую литературу вошла такая целая плеяда молодых писателей, которые совсем недавно сами со школьной парты выбрались. И поэтому они очень хорошо чувствуют современного подростка, их настроение, их тревоги, их радости, в отличие, может быть, от многих наших классиков живых. И книжек действительно очень много хороших. Идет девочка по книжному магазину, ее пальцы касаются переплетов множества красивых книг. Она доходит до самой, казалось бы, ужасной, раскрывает и прижимает груди, просит купить именно ее. Но вот что купят родители? Такой вопрос задал поэт и писатель Михаил Яснов. Да и вообще, как отмечают эксперты, все зависит от родителей. Если не читают они, то, как правило, и дети читать не будут. Более того, над вкусом родителей тоже нужно работать. Для этого стоит больше доверять писателям. В детстве я читала то, что мне давала мама. Можно сказать, она меня стимулировала, мотивировала, даже заставляла читать. Потому что у меня были несколько любимых книжек, и я была готова их перечитывать и новые вообще не трогать. Особенно помню, мне нравились книжки Лесли Риса. Там были разные истории про животных. А мама читала мне «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Карлосона», «Пеппи длинный чулок». И вот несмотря на то, что на книжном рынке спрос падает на всю литературу, кроме детской, только за последний год было выпущено больше 100 миллионов экземпляров детских книг, ей уделяется недостаточно внимания. В России крайне мало исследовательских центров, которые изучают эту область. Работники библиотечных залов говорят о своей обеспокоенности. Сегодня профессиональная подготовка в части знания, сознания детской литературы, филологическая подготовка, педагогическая подготовка детских библиотекарей, она очень-очень слабая. Но меня выдушевляет то, что вот настолько собралось. Также профессиональная среда считает, что не хватает детских критических изданий. И хотя этот вид литературы не менее важен, чем взрослое чтение, детские писатели должны немного отличаться от других литераторов. Сергей Анатольевич Мохотин, с которым мы сегодня встречались во время «Круглого стола», в свое время сказал такую фразу «Детский писатель обязательно должен быть счастливым человеком». Вот есть такое мнение о том, что детский писатель действительно должен быть счастливым человеком и радостным, а взрослый писатель не обязательно. Но это спорный вопрос. Работники библиотек отмечают, что гаджеты приблизили детей к чтению и развеяли иллюзию, что современное поколение меньше читает. Среди слушателей было много студентов-филологов, а значит, молодежь интересуется проблемами детской литературы. Поэтому эксперты выразили надежду на развитие и перспективы детского чтения. Светлана Высоких, Владимир Лушин, Алексей Чубка, телеканал МОСТ.